Я прям кайфую от этой работы, которую делаю, это очень приятно. Брешёточка полностью готова, сейчас приступаю к монтажу листов QuickDeck Professional 22 мм толщиной. И у меня уже вся брешётка размечена, сейчас промазываю клеем, укладываю листы и креплю их при помощи самореза. В этом мне помогает дрель-шуруповерт FinePower OneBase, он отлично откручивает и закручивает крепёжная часть и плавно высверливает отверстие. В инструменте есть 2 скорости и 18 положений крутящего момента для настройки интенсивности вращения оснастки. А диаметр зажима патрона меняется от 2 до 13 мм. Дрель комфортно держать в руке за счёт прорезиненного покрытия и удобной формы рукояти. Найти такой инструмент можно в сети магазинов ДНС, все подробности в описании ролика. Друзья, всем привет, вы на канале Ренат Строит, если не подписаны, просьба, подпишитесь, прожмите колокольчик. О всех уведомлениях, поставьте лайки, напишите комментарий. Сейчас я нахожусь в помещении, в самом зоогостинице. Вот вы можете видеть, как сейчас всё выглядит. Я уже начал монтировать обрешёточку, сейчас чуть позже наглядно вы сами всё увидите. Вот какая отделка пола дальше будет, как это всё будет выглядеть немножко. Я перед вами извиняюсь, у нас здесь пока нет освещения. Вот получается, картинка может быть тёмной. Вот обрешётка используется из сухой строганой доски 25 на 100. Дальше будут плиты квикдек, потом уже наливной пол, тёплый пол и плитка. Но в этом выпуске я вам чисто покажу, как я монтирую обрешётку, с каким шагом, для чего это требуется. И сам монтаж квикдека покажу. А в следующих выпусках вы уже увидите, как монтируется пароизоляция, утепление. Вот вы можете видеть, у меня немножечко уже здесь вставлено утепление. Вот сама пароизоляция, для чего её нужно проклеивать, как монтировать. В общем, все тонкости, нюансы расскажу. Но это будет в следующем выпуске сегодня. Очень важный момент, это наделить крепежу, монтажу самого напольного покрытия. Вот видите, очень часто обрешётка смонтирована. Всё в таком ключе. Приятного вам просмотра. Сейчас мне нужно постелить вот сюда обрешётку. Я уже там две перпендикулярные, вернее параллельные лагом уже постелил. Соответственно, мне нужно, я померил расстояние. Нужно сейчас расторцевать вот эту пачку в нужную длину. Длина у меня 3 метра 22 сантиметра. И, соответственно, получается, что мне нужно будет это всё смонтировать. Вот эта половина у меня уже была напилена, готова. Так что тут внимания на это обращать уже не будем. А детально и подробно покажу монтаж именно в этой половине. Сейчас пилю. Приступаю. Вот и потом буду крепить. Вот и потом буду крепить. Ну, всё, доска напилена. Сейчас мне нужно её прибить. Прибиваю я при помощи гвоздей. Вот такие гвозди. Рейками, получается, на бумажной основе. Вставляю её в нейлер. Длина этих гвоздей, начиная от 50 и заканчивая 90 миллиметров. Ну, максимальная длина гвоздей, которая может забить нейлер. Вот я же использую 63-75 для прибивания 25-й доски. Потому что 90-е это перебор. 50-е, да, они будут держать. Но лучше перебздеть, чем недобздеть, как говорится. В общем, приступаем. Сейчас мне нужно прибить слева и справа по доске по крайней. Вот и, соответственно, уже потом с определённым расстоянием, которое я позже озвучу, буду. Гравниваем доску, прижимаем к стене, оставляем небольшой зазорчик. Зазор этот нужен на линейное расширение, чтобы не было никаких выдавливаний и всего остального. Спешить ни в коем случае нельзя. Вы сами можете видеть, что у меня под ногами только лаги. Если я наступлю мимо, то, соответственно, испорчу пароизоляцию. Для этого я не стал утеплять полностью, чтобы не продавить... Ну, не исключаю такой возможности, что можно оступиться и провалиться. Соответственно, это всё нужно будет переделывать. А сейчас, утеплив пол, закрыв пароизоляцией, я спокойно настелю пол и смогу утеплить и стены, и потолок. Вот саму крышу. Так как здесь потолком является сама крыша. Крайний обрешетин у нас полностью готовый. Соответственно, сейчас мне с противоположной стороны нужно разметить по овсям обрешетин 600 мм, потому что у нас лист крикдека 600 мм. И чтобы каждый ряд стыковался именно на этой обрешетине. С той стороны у нас уже есть, соответственно, я могу просто вот так вот приставить и здесь размечаем. Так, чуть-чуть леновато получилось. Главное, я торцану немножко. Вот сюда. Сразу примерно разложу, чтобы они мне не мешались. Не исключено, да, что нужно будет что-то подкорцевать. Как и говорил, вот нейлер, вот гвозди. Получается, магазин открыл, заряжаю, отпускаю. Всё, пружина давит, и гвоздь сам поступает в ствол нейлера. Закончились гвозди, идём-бьём. Вот они у меня здесь на окошечке лежат. Повторяем ту же процедуру. Открываем аккуратненько, чтобы рычажок не выдернуть, а то бывали и такие вставили. Всё, на месте. И продолжаем. Всё готово. Буквально несколько минут. И вся обрешётка закреплена. И составила никакого труда. А так, если бы это всё крепилось вручную, конечно же, я бы минут 30-40 здесь все эти либо гвозди забивал, либо саморез закручил. Результат отличный. Сейчас следующий этап. Всё лишнее нужно отсюда убрать и заносить листы. Обрешётка полностью готова. Сейчас приступаю к монтажу листов QuickDeck Professional 22 мм толщиной. И у меня уже вся обрешётка размечена. Сейчас промазываю клеем, укладываю листы и креплю их при помощи самореза. А так? Поехали. Скорее. Скорее. Необорот-клее. Всем, кто-то видит шарик перед пятьюрами. Тихо Culture 2. Сдокс. Класс. Скорее. Сдокс. Класс. Класс улаз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И, соответственно, получается, что сейчас я прям кайфую от этой работы, которую делаю. Это очень приятно, когда получается хороший результат, довольны заказчики, хороший качественный материал используется. Я продолжаю дальше, а вам приятного просмотра. Упустил один момент, у меня, получается, в длину влезло 3,300 и один мне пришлось пилить. Вот 121 сантиметр я там отпилил, не примыкая к боковой стене, чтобы был зазорчик. И вот этот остаточек сейчас, вот у меня осталось 59 сантиметров, я уже буду сюда вот так вот брать, класть и все. И у меня уже с него начинается второй ряд. Все стыки будут перевязаны, что придает большую жесткость всему основанию. Как вы можете видеть, у меня уже этот обрезок установлен во второй ряд. Промазано все клеем, все обрешетка, плюс мажется вот этот шип дополнительно. Вот и, соответственно, все будет жестко. Используется водостойкий клей 2,4. Вот и, не заморачиваясь, делаем работу так, как нужно. Ну а я кручу, верчу, обмануть хочу. Хе-хе-хе. вот у меня уже начало третьего ряда да я использую остаток от второго ряда соответственно положил задвинул если нужно что-то подровнял и прикручиваем естественно все наклей не забываем саморезы крутим расстояние 15-20 сантиметров плюс-минус шагом с таким и все достаточно жёстко теперь следующий лист друзья вот вы увидели как можно сделать своими руками качественный идеальный ровный пол здесь конечно будет дальше еще пирог но под любое основание уже вот такой пол очень хороший его можно просто покрасить либо постелить линолеум ламинат теплый пол стяжка с изоляциями плитка в общем на любой вкус как вам идет так что вот такие рекомендации я вам дал если вы будете им следовать то соответственно у вас будет хороший качественный пол ровный еще бы хотел отметить вот этот шуруповерт очень достаточно такой он мощный саморезы крутит на ура разной длины мне он очень понравился вот поработал не напрягаясь он не одну сотню получается саморезов закрутил еще закрутит минимум столько же а то и больше друзья на этом я буду свой выпуск заканчивать хочу вам пожелать всего самого наилучшего крепких и теплых домов не болеть не улететь всяких вирусов мирного неба над головой вы были на канале на строят я ренат до встречи в новых выпусках всех обнял до встречи в новых выпусках